Всем привет, друзья! И вот в издании Die Welt опубликована статья, где говорится, что Украину ждет корейские варианты. В смысле того, что Украину ждет Северная и Южная Корея. На ближайшие времена такое будущее для Украины рисуют западные журналисты и западные аналитики. Только вот проблема в чем? Северная Корея считается отдельным государством и Южная Корея считается отдельным государством. Северная Корея никем не оккупирована, а территории, которые занимает и оккупирует Российская Федерация, не будут отдельными государствами. Они оккупационной властью присоединяются к России. В этом отличие. И оккупанты не собираются создавать какие-то отдельные государства. Этот вариант уже даже логически не подходит. И вот у меня к вам, как зрителям, как людям, которые думают, вопрос. Вот вы согласитесь, если украинская власть пойдет на переговоры с Россией, пусть даже через посредников, но вот этот вариант, так называемый, корейский, вы одобрите или нет? Вы согласитесь на то, чтобы оккупированные территории на данный момент остались под оккупацией? Я лично против этого, потому что хотел бы сказать, потому что мы видим, что с каждым перемирием последующим Россия откусывает какую-то часть Украины. Тогда откусило части Луганской, Донецкой и Крым. Теперь еще больше. После этого перемирия тоже будет такая же бойня и откусывание территории? Вот в чем вопрос. Продолжение следует...